Салматы дарбы! Салматы дарбы! Ефирдазаттықтыңынғайсы сұролыр Телеберюсю. Сіздер мене мені Менулан Егізбаев. Алдыдағы джярым саатта Айан Ачейін. Біз мене молыңыз. Это был такой молодой человек, очень горячий, очень такой активный, с горячими взглядами, очень много, который писал, интересовался. Его журналистский труд, он, конечно, обладал очень сильными, сугубо индивидуальными качествами, которые Улан привнес журналистику расследований. В большинстве случаев про человека через год где-то вот зыбкий его образ остается после человека. А Улан Егізбаев как будто и не уходил от нас, и не уходил среди нас. он как будто находится здесь. мне кажется, это был человек, который умел, ну, очень смелый, отважный, которым делал не только важные расследования, но и умел показывать и людей. То есть я с нетерпением всегда ждала особенно его человеческие истории. Я до сих пор помню и Нургазы, и учителя, про которого он делал потрясающие репортажи, получал за это потом награды и делал потом follow-up истории. Everyone can dream and win. Простой парень из села добился очень больших высот в журналистики. Вот, и по нему было видно, что у него на самом деле болела душа за те проблемы в жизни нашего общества. И он на самом деле вкладывал душу, свою энергию, свой талант по тем актуальным вопросам, как я уже сказал, которые существуют в нашем обществе. Вы знаете, в свое время Улан, конечно, уровень планки расследовательской журналистики поднял очень высоко. Именно, вот, как вы отметили в кыргызскоязычной журналистике. Тем самым, как бы, он немножко реабилитировал кыргызскоязычную журналистику, которую действительно отличают именно почему-то склонность к ушакам, распространению недостоверной информации в большей степени, чем вот русскоязычные СМИ. 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 заниматься можно даже более сказать их фронт работ практически не ограничен и не исчерпаем за тот год что улана нет с нами я к сожалению отмечаю что журналиста такого уровня как план у нас не появилась один из ключевых моментов которые он всегда обращал внимание это на непрофессионализм наверно вот именно в кыргызской язычной журналистики это такой один из краягольных камней на нашей профессии профессии журналистов в кыргызстане и решить его можно было только действительно профессионализмом оба старых тарды сын уланса он шоу китай-дагай минтеп маска анапа алчу гендер алсамес президент хурманбек бакиев тенден а анын туғандарының мюльктеру дали талашты а китшылтек баллондору джарла турган болса бюртоп адам эміріне портунышту олмақ был чыгарылышта коррупцияхаршы тандалма гурош туралы сезғаналыс тополондор баймауай катталып келет да улана не стало мы все говорили дело улана должно жить и сегодня год спустя какие-то подводя промежуточные итоги мы можем сказать что дело улана живет дело улана продолжает в фокчегинг многие проекты которые вот после этого забурлили сегодня мы видим качественную журналистику это очень отрадно он просто показал что можно делать что можно делать очень хорошие материалы Это расследование, которое будет взбудораживать общество, заставлять будет говорить. Коррупция увеличивается в нашей стране. Размеры этой коррупции просто растут в геометрической прогрессии. А противостоящих людей этому, мы журналисты этому должны противостоять. Я думаю, и душа Уламбека тоже сейчас смотрит и, безусловно, радуется, когда видит, что за этот год жанр расследовательской журналистики он достаточно бурно, можно сказать, начал развиваться. Наверное, сейчас, через год, мы можем сказать, что Улан всегда останется в наших сердцах вот тем молодым 28-летним смелым парнем, в том возрасте, когда его сердце перестало биться. А когда мы говорим про Улана Избайла, мы его вспоминаем вот этим 50-килограммовым худощавым парнем с вот таким огромным сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok